Всем привет! Сегодня мы протестируем компактный фотоаппарат Samsung ST95. Он оснащен матрицей с высокой детализацией в 16,1 Мп с диапазоном чувствительности от 80 до 3200 ISO. Объектив имеет 5-кратное оптическое увеличение. Камера очень компактная и легкая. Выполнена из довольно простого пластика, но сборка качественная. Шахта объектива обрамлена массивным кольцом, справа от которого размещена лампа подсветки автофокуса, а слева вспышка. Вариантов расцветки 4. Черный, серебристый, розовый и фиолетовый. Всю заднюю плоскость занимает широкоформатный 3-дюймовый сенсорный дисплей. Детализация экрана средняя, углы обзора тоже. На солнце экран слепнет, но изображение остается различимым. Для большего удобства в комплекте с камерой идет стилус. Кстати, поверхность экрана очень маркая, поэтому приобретение микрофибры будет отнюдь не лишним. Интерфейсный разъем всего один. Он находится на правом торце под пластиковой заглушкой и служит для подключения аппарата к ПК и зарядке аккумулятора. Крышка батарейного отсека имеет удобный фиксатор. В VT95 установлена литий-ионная батарея, емкостью 740 мА. Тут же находится слот под картой памяти. Фото-камера работает с карточками формата microSD, а также имеет 10 МБ встроенной памяти. Благодаря тому, что VT95 оборудован сенсорным дисплеем, аппаратных органов управления немного. Это кнопка включения камеры и спуск затвора с обрабляющим его рычажком зума, а также кнопки просмотра отснятого материала и вызова главного меню. Включается камера быстро. Фокусировка занимает не больше 2 секунд. Слева на экране отображается столбик наиболее важных настроек. Получить доступ к остальным можно нажав на экране кнопочку меню. Справа отображаются текущие параметры. Основное меню фотоаппарата внешне напоминает меню мобильного телефона. Несмотря на множество режимов съемки, тут все организовано логично и удобно. Интеллектуальный автомат сам определяет сцену и быстро настраивает камеру в соответствии с условиями съемки без вмешательства со стороны пользователя. Для более точной подстройки фотоаппарата предложено воспользоваться программным режимом, где доступны изменения баланса белого, экспо-коррекции, светочувствительности и других параметров. Есть также сюжетный режим, правда на выбор пользователю предложено всего 6 программ. Зато в фотоаппарате уйма разных эффектов и возможности обработки снимков. Выбрав пункт меню виньетка, можно установить уровень виньетирования снимка, настроить яркость и контраст. Также возможно применение данных настроек и для записи видео. Для съемки портретов в камере имеется режим прекрасный снимок, в котором можно мгновенно провести ретушь и подкорректировать тон лица. Волшебная рамка позволяет создавать интересные кадры, заключая их в красивые рамки наподобие открыток, прямо в фотоаппарате. Режим фотофильтр накладывает на изображение разнообразные эффекты, как рыбий глаз, негатив, старая пленка, эскиз, эффект миниатюры и другие. Похожий набор ждет нас и в режиме кинофильтр, но уже с возможностью наложения данных эффектов на видеоряд. В режиме ночной съемки предложено вручную установить значение диафрагмы и выбежки от 1 до 16 секунд. Выбрав меню простой снимок, попадаем в режим, который позволяет настроить цвет и яркость изображения, правда непонятно тогда почему он простой. Режим выделения объекта поможет создать фотографию с усиленным акцентом на объекте фокусировки. Есть также инструменты постобработки кадров. Можно откорректировать яркость, контраст, провести ретушь, устранить эффект красный глаз или применить к изображению один из предложенных фильтров. А зайдя в пункт меню, как в журнале, можно просмотреть забавные слайдшоу с имитацией перелистывания страниц одного из трех предложенных альбомов. Запись видео ведется в режиме 720p при частоте 30 кадров в секунду с возможностью наложения различных эффектов. Также имеется пункт меню, палитра эффект, который позволяет вести видеосъемку, выбрав одну из четырех палитр цветов. Качество снимков, как для компактной камеры, достаточно неплохое. Изображение четкое, детализированное, цветопередача достоверная. Иногда заметны пересветы, но это беда практически всех компактов. Видео откровенно слабенькое по качеству. Единственное его достоинство, это возможность придания ему необычного вида с помощью наложения встроенных эффектов. Результат теста на ISO стандартен для такого класса камер. Снимки чистые до значения 400, на 800 начинает проявляться шум, а на отметке 1600 и 3200 кадры заполняют цветные артефакты. Samsung ST95 – интересная и компактная камера, в первую очередь ориентированная на пользователей, которые не прочь поэкспериментировать с фотоснимками и видео. Если редактировать фотографии на ПК лень, а хочется, чтобы было красиво, эта камера для вас. До новых обзоров! Субтитры создавал DimaTorzok